Здравствуйте! Это суть дела. ВВП вроде как вырос, а реальные доходы населения упали на 1,7%. И это происходит четвертый год подряд. Инфляция по подсчетам Росстата была больше, чем нас уверяли экономисты и чиновники. Российский ВВП по данным Росстата в январе по сентябрь составил 65,8 трлн рублей, что на 1,6% больше, чем годом ранее. Совокупная добавленная стоимость чуть меньше 58,2 трлн. Лидерами среди отраслей экономики стали торговля, обрабатывающие производства, добыча полезных ископаемых и управление недвижимостью, которое составило целых 5,5 трлн. В отстающих культура и спорт, гостиничный бизнес и водоснабжение. Общая сумма НДС, уплаченного за 9 месяцев, 6,5 трлн рублей. 48,7% ВВП пришлось на зарплату. 11% на уплаченные налоги. Из 40% составила непосредственная прибыль производителей. Именно из этих составляющих и складывалась итоговая стоимость произведенных в России товаров и оказанных услуг. Индекс промышленного производства Росстат уже успел посчитать за весь год целиком. По сравнению с 2016 годом он вырос ровно на 1%. Полезных ископаемых было добыто на 2% больше, чем годом ранее. Обрабатывающие производства прибавили 0,2%. Продукты питания 5,6%. Текстиль 7,1%. Производство одежды 3,8%. Бумажные изделия на 4,7%. Кокс и нефтепродукты выросли всего на 0,6%. А вот нефтехимия на 4,3%. Машиностроение на 2,5%. И сельское хозяйство на 2,4%. Сбавили обороты металлургии. Минус 3,6%. То же касается и производства компьютеров. Минус 7,3%. Лидерами стали фармацевты. Плюс 12,3%. И автопром. Плюс 12,9%. А вот явным аутсайдером стала табачная промышленность. Минус почти 25%. В 2017 году россияне были на 0,1% лучше обеспечены электроэнергией, газом и паром. А водоснабжение наоборот снизилось на 2,8%. Строительные компании, выделяемые Росстатом особо, сдали в прошлом году на 1,04% больше объектов, чем в 2016. В абсолютном выражении это 7,5 триллиона рублей. Транспортный грузооборот вырос на 5,4%. Оборот розничной торговли на 1,2%. При том, что торговля принесла больше всех добавленной стоимости. Внешнеторговый оборот России, это разница между экспортом и импортом, сильно увеличился. Прирост составил 25%, до 528 миллиардов долларов. Это данные с января по ноябрь. Индекс потребительских цен вырос на 3,7%. Причем стоимость промтоваров на 7,6%. А тарифы нагрузоперевозки на 6,7%. Жилищно-коммунальные услуги за год подорожали на 5%. Медицина на 5,6%. Транспорт на 7%. Связь на 4,4%. Образование на 5,7%. Страхование на 0,6%. Вот зарубежный туризм подешевел на 1,7%. Интересные показатели. Уровень жизни и доходов населения. Доходы в абсолютном выражении в среднем за год составили 31 475 рублей, а средняя зарплата 39 085 рублей. Но реальные доходы граждан за вычетом обязательных платежей и с корректировкой на индекс потребительских цен упали на 1,7%. Правда, правительственные эксперты говорят, что доход населения складывается из нескольких составляющих. И зарплаты это всего 60%, остальное это пособия, социальные выплаты, всевозможные инвестиции, предпринимательства. И вот тут могли быть переоценки. В том числе из-за изменения валютных курсов. Вдобавок, в 2017 году не было индексации пенсий, социальных пособий, и индивидуальные предприниматели не получили слишком большой прибыли. Снижались и ставки по вкладам. И все вот вместе дало вот такой результат. Результаты года, скажем прямо, радуют не очень. Но с другой стороны, при отсутствии макроэкономических причин улучшения ситуации, и это гораздо лучше, чем могло бы быть. Есть надежда, что предложения Кудрина будут приняты президентом за основу новой экономической стратегии. А это означает реформу. Это была суть дела. Все будет хорошо, не сомневайтесь.